Ой! Видишь, прямо по курсу свежие облака формируются? Вот мне кажется, если мы туда дотянем, то есть там что-нибудь там затупиться и набрать. Ой! Ты видел истребитель? Вон он, видишь? Да, вижу. Я надеюсь, что это попало на видео. Ну, видимо, ему скучно было, он решил это в маневрной, так сказать, поманеврировать с почти стоящей на месте целью. Для цели, конечно, это стресс, скажу честно. Это было просто... Полный. Я надеюсь, что задняя камера снимает. Она, конечно, вся в мухах, но должна заснять. Это контент-огонь. Ты пилотируешь или я пилотирую? Давай ты пилотируешь, а я показываю, где это было, друзья. Только что это было вообще. Я даже снимать не могу. Друзья, что может вывести пилота-планериста из равновесия? Как вы думаете? Встреча с истребителем. Только что у нас прямо, вот, скажем так, он прошел с хвоста, вот так наискосок, прямо перед мордой. Точно есть на камерах, скорее всего, хвостовых. То есть истребитель пролетел, не знаю, то он видел, ну, наверное, видел нас, фларм у нас включен. То, что сегодня запретов никаких не было абсолютно точно, потому что с соседнего аэродрома, вот, куда крыло показывает, прекрасно летали ребята, и здесь были мощные грозы. Встреча с самолетом реактивным, который летит очень быстро и очень близко, честно говоря, крайне неприятно. Поэтому мы берем и выпускаем шасси, ставим закрылок в посадочное положение, и сейчас ваш любимый заход. Я делаю полностью, выпускаю тормоза и начинаю маневр. Ветер будет попутный на посадке, поэтому я рассчитываю, ну, не очень сильный там, динамика на горе нет, поэтому... И вот у нас идет активный маневр. Если избыточно задержимся с маневром, потом рискуем немножечко... Оп! Вот по оси полосы сразу же. Здесь главное не сделать ошибку и не выйти ни на 8 полосы, тогда, конечно, заблудишься. И я сейчас даже уменьшу воздушные тормоза, оп, чтобы подлететь чуть поближе. Ой! Потихонечку, оп! Каснулись. Выскакиваем на... Асфальтовую нашу разгонную дорожку, сбрасываем немножко скорость и катимся. Ну и задача текущая, так как мы ленивцы, оба, подъехать к ангару. Всем очень понравился рассказ, как можно приехать сюда или за полет открывать дверь ангара. Друзья, ну это реально... Очень полезная была бы функция, потому что, знаете, я как классно подъезжаю к ангару, а как ангар закрыт, и заехать в него не представляется возможным. Поэтому приходится тормозить и останавливаться. Вот. Смотрите как. Тима, ты как? Ху! Блин. Как тебе истребитель? Истребитель, это было офигеть. А он еще пришел к нам перевернутый, ну как бы, пузом кверху, получается. Пузом кверху летел? Да, да. Я это просто не успел заметить. Не, я видел, ну как бы баки там, оружие, не знаю, не оружие, но что-то точно видел баки. То есть он точно летел пузом кверху. Впечатление от людей, рядом с которыми истребитель пролетел. Мы же все-таки не военные летчики. Да истребители сейчас друг с другом так не воюют как-нибудь. Там подошел, расстрелял с пушкой. Они там с расстояния 150 километров, кира к ракету и все. Ну, видимо, ему скучно было, а он решил это в маневрной, так сказать, поманеврировать с почти стоящей на месте целью. Для цели, конечно, это стресс, скажу честно. Я думаю, так еще с парапланом пролетел бы рядом. Эгей! Работает, красавица! Все сняла. Конечно, мошки. Видите, друзья, мухи. Что за мухи? Вот такие. Вот этот весь планер в такой говне. И от этого достаточно плохо работает. Вот такая приблуда, которая целый день снимает фактически видеофиксатор всего происходящего за бортом. Я сейчас низко, но на самом деле я высоко с энергетической точки зрения. Довно не зацепиться за дерево летающей камерой. Как она там, интересно, отрабатывает. И сейчас мы по ущелью дальше двигаемся. Как ущелье опускается, так и я опускаюсь. Очень может быть страшно это, но зато как красиво. Женя, ты как? Эй-эй-эй-эй-эй! Как на истребителе? Михалыч, расскажи, родной, как истребитель, который нас встретил, что он делал? Поясни к углубу, уважаемым любителям летских видов спорта. Ему просто удобно не так маневрировать. Он может создать положительную перегрузку в 9, а отрицательную в минус 4. Перевернулся, создал перегрузку, быстро сманеврировал. Это основной принцип истребителей. Маневр. Друзья, я вообще не был в курсе. Кстати, это ухо снизу, смотри, видишь? Подсвечено сейчас хорошо. То есть, допустим, истребитель вот так проходит гору, а потом хочет нырнуть вниз. И вот она, невесомость. Во! Видите, истребители такую невесомость не любят. Мы тоже, в принципе, не любим. Но можем умеем ее делать. Я там опять вот вещи собрал. Сейчас попробуем еще раз одну маленькую невесомость, чтобы вы могли понять, как это выглядит. Вот сейчас я прошел склон горы. Сейчас даю ручку от себя. Видите, невесомость и елки. Пока Михалыч летит на аэродром, я вам еще раз поясню этот эффект. Когда истребитель летит по ущелью, и впереди склон, вот он там, впереди склон, он делает горку, идет вверх. В этом случае идет положительная перегрузка. Дальше он проходит вершину горы, и вот на этой дуге, ну или невесомость, или отрицательная перегрузка. Чем выше скорость, тем, скажем так, больше эта перегрузка при определенном радиусе. И чтобы не делать отрицательную перегрузку, он переворачивается и делает дугу в перевернутом положении. То есть самолет, истребитель получает положительную перегрузку. Мы там, конечно, тоже могли бы сейчас, но низко мы уже заходим на посадку. Я для меня это было шоком. Когда мне Женя рассказал про это, у меня в мозгу все сложилось, зачем он так делал. Веселый пилот, я так понимаю, что это одна из изюминок местных пилотов, всех истребителей, в том, что они не ленятся учиться. То есть они очень любят учиться, летают. Ну и как они летают, достаточно посмотреть при наших иногда пересечениях. То есть я перед мастерством преклоняюсь. Вот именно такими должны быть пилоты. Наш Лоботи Мансилион, который защищают наши истребители. Оп! Все хорошо. Жена дома, в огороде. Мы же идем на посадку. Высоты у нас, кстати, для этого, я бы не сказал, что много. Будем заходить не стандартным кругом, а левым. Дуга. Скорость или не гони. 120 будет более чем. Тормоза на полную. Ну и сейчас чуть-чуть легкий доворотик на ось. Отлично. Сейчас нужно тормоза меньше. Попутный чуть-чуть дует. Отлично. Я сейчас чем-чуть скорость сброшу, а то все-таки попутный мы немножко хапанули. Оп! А то, если тормоза откажут, надо начинать рассуждать, как мы будем по дуге заходить, циркуля делать. Вот. Потому что попутный чувствуется чуть-чуть. С учетом условий нормально. Да! Какой красивый вираж. Приехали. Михалыч, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о отрицательной перегрузке? Господь нам дал положительную перегрузку. Использовать нужно только ее. Отрицательная перегрузка неприятная. Она вызывает приток крови к голове. В общем, лючки ее не любят. Поэтому еще есть автоматика у двигателя, которая способна удерживать минус большую перегрузку, но недолгое время, секунд 20-30. Привернулся, создал положительную. Лети как человек. Вот так. Друзья, представляете, как мне везет, я постоянно узнаю что-то новое. То есть, сейчас вот мне Михалыч открыл глаза, оказывается, почему истребитель, который мы встретили, вел себя именно так. Потому что... А. Шалил. Б. Летел грамотно и правильно. Как должны летать летчики. Ну, как летаем мы. Мы тоже сегодня шалили. Друзья, у нас добрый, веселый канал. Злой хрюн. Сказали, что не подходит. Мой друг Вадим отпечатал вот таких замечательных счастливые... Глюкиншвин. В общем, счастливую свинку такую. Я ее сейчас хочу наклеить. Не рычи. Будь позитивен. Вадим, спасибо огромное. Учитесь всю жизнь. Это самое главное. До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видоспорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...